Живут традиции казачьи, и наиболее важным видится их продолжение в среде юношества. Доброй традицией в нашем районе стало проведение спартакиады казачьих классов, которая состоялась в нынешнем году на базе Славянской 16-й средней школы в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Команды мальчиков и девочек возраста 10-11 лет из казачьих классов и групп 11 школ города и района прибыли на спартакиаду. На торжественном открытии соревнований присутствовали почетные гости – ветераны войны, труда и вооруженных сил, казачьи атаманы и представители местных властей. В адрес участников спартакиады прозвучало немало добрых слов и пожеланий успеха. Казачество в настоящее время работает для того, чтобы в нашем казачьем крае наши дети, наше подрастающее поколение знало, понимало и помнило наши традиции, обычаи, устои. И, конечно же, их придерживалось. Состязания проводились одновременно в трех залах. В большом зале ребята бросали мяч на точность. А сделать это, попав с 15 метров в небольшой круг, было совсем непросто. В малом зале задавали тон самые сильные – подтягивания на перекладине. В третьем зале проходили соревнования по дартсу, но все внимание было приковано к столам, где проводилась разборка и сборка автоматов Калашникова. Это нелегкое и, казалось бы, мужское дело пользовалось, на удивление, большой популярностью среди юных казачек. Антонина Чикова из 11-й школы заняла первое место среди девочек, разобрав и собрав автомат за 27 секунд. Наша команда очень дружная. Мы все с одного класса. На соревнованиях первый раз. И мы стремимся занять высокое место. Анастасия Мильтова из 16-й школы также любит собирать и разбирать автомат. По итогам соревнований в этом упражнении она заняла почетное второе место. Больше всего мне нравится разборка и сборка автомата. Нравится мне она потому, что это, ну как бы, на скорость игра, можно даже так сказать. То есть, это захватывающе и интересно. Никита Лисуненко увлекается борьбой. Так что сила есть. И подтягивается он хорошо и с удовольствием, показывая высокий результат. Я с радостью участвую в этих соревнованиях. Мне больше всего понравилось подтягивание. У меня очень хорошая команда. И я думаю, что мы займем первое место. Горячее желание победить Никиты и других участников из 31-й школы. Да еще и их прекрасная подготовка помогли команде школы стать лидером спартакиады. Комбинированная эстафета, которая завершала состязание, расставила все точки над «и». Второе место у дружной команды 16-й школы. И замыкают тройку призеров ребята из 11-й школы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Мария Климова. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова